15 стран ЕС и 8 стран, не входящих в ЕС, у них свои есть более около 70 структур, фонды, институты и так далее, которые занимаются вот этой пропагандой антикоммунистической, антисоветской. Здравствуйте, дорогие друзья, мы с вами в студии Перехват Управления и у нас в гостях Александр Иванович Калпакиди, историк спецслужб. Здравствуйте. Добрый день. Александр Иванович, ну вот весь мир так перепугался коммунизма, я уж не знаю, его даже не было у нас еще, чтобы его так пугаться. Что происходит в стране? Почему такая борьба против коммунизма и против советизма? Да, тут как раз на днях два сообщения меня удивило. С одной стороны, ну если кто помнит про индейцев, кто читал Фенни Мора Купера, значит в Канаде есть провинция Онтарио. Там официально заявили, что будут в школьную программу вводить курс антикоммунизма. Причем это там у власти находится партия такая консервативная, типа нашей Единой России по идеологии, так называемые, по-моему, они называются прогрессивные консерваторы. То есть это партия типа нашей Единой России. По идеологии один к одному наша Единой Россия. Прогрессивные консерваторы. Консерваторы, но консервы не едят, поэтому прогрессивные. И вот, значит, я смотрю, абсолютно не вызвало никакого интереса, это новость. С другой стороны, тоже сегодня прочитал, Дзенни, оказывается, пару недель назад в Харькове, по-моему, да, в Харькове принято решение переименовать улицу Ромэна Ролана в улицу Леся Курбаса. Этот Курбас, это галичанин, родившийся в Австро-Венгрии, учившийся в Вене, потом, значит, ставший крупным режиссером и так далее, который был репрессирован в годы царских репрессий, сталинских репрессий. Говорка по Фрейду. И вот меня поразило, что большинство жителей, ну, как там было написано на этой сообщении, что большинство жителей Харькова на украинском языке с радостью приветствуют эту новость. И даже многие кричат, там пишут, что почему нету Бандеры, Шухевича и так далее. Ну, это, конечно, поразительное воздействие пропаганды на людей. Но это, может быть, тоже дезинформация на самом деле? Нет, нет, это, судя по всему, правда. Но там постоянно идет переименование. В ходе самой этой программы декоммунизации, я, кстати, даже писал об этом где-то, надо мне это напечатать, в конце концов. Там просто до безумия переименовано. Ну, ладно, там какая-то Роза Люксембург, там, не знаю, там мальчик, который боролся против каких-то попов, его убили мракобесы, ну, типа Павлика Морозова. Там переименована улица Павки Корчагина, который вообще литературный герой. Памятники снесены все, в том числе представляющие особую художественную ценность и так далее. Ну, вот сейчас снесли Щерса в Киеве, который был символом города. Даже молдаване, какие бы ни были, не трогают Котовского. Ну, там я подозреваю, что молдавская мафия просто пригрозила, что если тронут Котовского, у них будут неприятности, так как Котовский для них самый успешный грабитель в истории Молдавии и так далее. И я думаю, что, конечно, вот это все идет, идет, а нам это как-то особо не рассказывают как-то. Почему? Потому что наши-то власти разделяют эту идеологию, они антикоммунисты. Они антикоммунисты. Вот проблема нашей страны, что у власти находятся антикоммунисты. Почему они антикоммунисты? Я не понимаю. Эти люди получили от советской власти все, о чем можно только мечтать. И даже власти. Да, и даже власти. И при этом они, я понимаю, допустим, Ельцина. Это был человек в определенном смысле тупой политически. Вот он строитель, наверное, был превосходный и так далее. Но политически он был тупой человек, которого использовали. Причем, так как он был еще и пьющий человек, он не вызывает восхищения. Я, например, уже говорил, что считаю, что Навального тоже использовали. Этого бывшего шпиона, иностранного агента, похитителя французских духов. Но он был смелый человек. Он был смелый человек. А Ельцин еще и трусливый. И пьющий. И вот просто какое-то, да. И вот этому человеку ставят памятники, открывают центр. Здесь в Москве стесняются сообщить, что уже огромный особняк готов. Его тоже центр Ельцина, да. Ну, возникает вопрос. Ребята, вы или штаны оденьте, или крестик снимите. Ну, наверное... И нашим, и вашим. Да, но так же нельзя. Ну, крестик, конечно, смотрится у них как-то совершенно не к месту. И я думаю, что вот у нас просто плохо знают. Я даже, вот знаете, перед этой программой со своими двумя друзьями посоветовался, которые долго жили за границей, лучше знают заграничную жизнь, чем нашу. И они мне так особо ничего не ответили толком. Ну, так. А на самом-то деле... А что вы спросили? Вот, антикоммунизм сейчас есть или нет? Ну, в основном там свелось к тому, что компартии захерели. Захерели – это от слова... Ну, неважно. И, короче, поэтому они не представляют угрозы для олигархии мировой. И поэтому они сейчас антикоммунизм этот сбавили. Ну, не знаю. Вот возьмем Европу, да. Кто проводил и продолжает проводить, уже до Ромена Ролана добрались, да? Который был... Он же не был коммунистом, он был гуманистом, либеральным, буржуазным гуманистом. Выступал за мир, дружбу, жвачку и так далее. А коммунизма в нем не было ни на грош. Ну, ладно. Это не Павка, Корчагин и даже не Островский. И вот кто же стоит за этим? А у нас просто мало знают. Нет, у нас знают, что вот есть день 23 февраля, который в ЕС объявлен Европейским днем памяти жертв коммунизма и нацизма. Да, и уже много лет он... То есть день Красной Армии, создание Красной Армии? Август, август, я прошу прощения, 23 августа, да. Не день Красной Армии, 23 августа. Ну, слушайте, вот сейчас будет день Красной Армии. Да вы не поверите, сколько дерьма будет вылета на создание Красной Армии и на этот день конкретно. И я даже вот просто посчитал необходимым, там у нас клуб есть такой на Добрыгинской, всех приглашаю, провести специальное заседание этого клуба, чтобы рассказать правду об этом дне и о том, что там было в этот день. И там вот просто поразительные вещи, о которых никто у нас... Вот я просто, кто интересуется историей, посмотрите, там они выкладывают в интернете или приходите, это будет, по-моему, четверг, что ли. Приходите, вы просто поразитесь, насколько вот эта современная клевета не соответствует тому, что происходило 23 февраля 2018 года, когда отряды солдат, матросов, рабочих, красногвардейцев отражали нападение на нашу страну по всему периметру границы. Не только Пацкова Менарва, но и румын разгромили в этот день. И в это время громили красные казаки марионетку японскую Семенова Атамана, который с помощью японцев вторгся как раз в это время на территорию Забайкалья. Его красные казаки громили. И знаете, я думаю, что вот это именно не случайно. Вот, ну, мне могут сказать, ну, это же какие-то придурки сидят, вот пишут это, клевещут на этот день. Дубенко напился, сбежал, Ворошилов сказал, что ничего в этот день не было и так далее. Ну, они как под копирку все пишут. Да, я согласен, но я специально занимался этим вопросом. Откуда появляются вот эти компании-клеветы? Там за этим стоят определенные обученные люди. Я даже знаю некоторые структуры, которые этими занимаются. А они как бы запускают некую информацию, хорошо проработанную, некую методичку. А вот эти придурки, не получающие денег, как правило, просто, они за это цепляются и начинают это уже по всему интернету развозить. Почему они это делают? Ради хайпа. Вот знаете, есть такое... То есть, это какие-то блогеры разносят эту информацию? Блогеры, чтобы вот выпендриться, показать, какие они оригиналы. Вот вы думали так, а на самом деле так. Вот это какая-то, не знаю, откуда оно взялось у нашего народа. Вот эта черта, что вот вы думали так, а на самом деле-то так. Вот эта страсть бесконечному разоблачительству, она была использована, я не знаю, кем там, ЦРУ, мировым сионизмом, синедрионом, не знаю. Но факт, что в годы перестройки именно на этом и сыграли. Вот вы думали, этот хороший, а этот подонок, а вот этого маршала Тухачевского зверски расстреляли, а вы думали... И вот оно пошло, поехало и так далее. Вы думали, Сталин хороший, а его фамилия оказалась Джугашвили, вот вам, значит... И вот оно пошло, поехало и до сих пор катится. И вот это меня поражает. И это использует власть с помощью структур своей. Это не просто вот кому-то пришло в голову, остальные подхватили. Нет, это... Внедряется специально. Внедряется. А вот эти... И зная. Причем механизм то же самое, что вот тех, кто это делал в годы Холодной войны. То есть, зная вот слабость нашего человека к какому-то... Я не знаю, как это назвать. Ну, хайпу, наверное, все-таки. Ну, может быть, да. Знаете, всем очень советую посмотреть американский фильм, называется «Нации убийц». Про девочек, как они там полгорода поубивали. Значит, в конце оказалось, что не девочка виновата, а ее младшие братцы, все маленькие. Ну, в интернете размещал компроматом. В общем-то, вокруг этого все и устроили. Поубивали народу, матерь Божья, полгорода. И вот его ФБРовцы сидят в тюрьме и спрашивают, а зачем ты это сделал? Ради лайков? Короче, вот я просто хочу обратиться к этим придуркам, которые называют себя блогерами. Ну, не ведитесь вы на это. Проверяйте все. Не слушайте дураков. Поверьте, что вас разводят, используют. Это власть специально подбрасывает. Вы это распространяете. Морочите голову людям. Ну, и так далее. Короче, вот это мы отведлись. Вот увидите, вот сейчас 2-3 февраля, это море будет этой лжи. Значит, приходите на Добрынинскую или смотрите, там будет выложено по поводу этого. Мы там будем с Сергеем Перелыгиным на эту тему выступать. И там картинки покажем, и все расскажем, что было на самом деле, и какое-то было грандиозное героическое время и событие. И вот возьмем, значит, то, что в Европе. Ведь украинское вот это, там у них есть институт исторической памяти, да, он, конечно, в силу бедности и воровства. А коррупция на Украине не меньше, чем у нас. Даже, наверное, больше. И, конечно, он не такой гигантский, как в Польше. В Польше это государство в государстве. Требование, чтобы все материалы польского института памяти печаталось в Конституции Польши. Это закон. Ты отказываешься, тебя посадят. И там огромное количество сотрудников, огромное количество бешеные зарплаты у них. Они издают, печатают кино, телевидение, радио, все на них работает. Они промывают мозги полякам, как никто Геббельсу и не снилось в Третьем Рейхе. Ну, это, они как бы курируют вот этих украинцев. А там у них сидит смотрящая. Это такая американская историк. Естественно, фамилия у нее Аппельбаум. Эн Аппельбаум. Ее не просто посадили в Польшу смотрящей. Она еще и, ну, как пел Владимир Симонович, там шпионки с крепким телом. Ты дверь одни в окно. Говори им с этим делом. Мы покончили давно. Ну, в Польше не покончили. Она охмурила вот этого Родослава Сикорского, бывшего министра здравоохранения и так далее. Ну, это, я думаю, давний английский агент и так далее. Который, кстати, отнюдь не ушел. Он претендует на большие посты в ЕС, если не в самой Польше. И вот эта сладкая парочка. Почему я говорю об этом? Ну, скажем, ну, что ты такой, потому что наши, ну, наши умельцы, они, когда началась вот после Майдана вот эта кампания разжигания, да, они взломали ей компьютер. И выяснилось, что у нее был какой-то доход она получала, да. Ну, там, десятки тысяч долларов. И вдруг миллионы пошли. Причем сотни миллионов. И непонятно откуда, что за что. То есть, это явно через нее по всей Восточной Европе. А так как ее книги все изданы здесь, в Москве, столице нашей многострадальной Родины, то мучают меня тяжкие сомнения. А здесь ли она не работает, эта барышня? Потому что книги ее нахрен никому не нужны и не интересны. А через какое издательство? Я не помню же, да не в этом дело, не будем стучать. А я думаю, что вот просто вот эта сеть, она работает. Есть вот эта Энапельбаум, есть еще какие-то там английские и прочее. У них там вот эта существующая не просто группа людей, а некая структура, которая действует. Да, причем самого паршивого свойства эти люди. Порошенко чуть ли не в засос целовался с этой Энапельбаум, но это не значит, что мы обвиняем его, что он не украинец, потому что Зеленский, по-моему, с ней не целовался. И тем не менее, работа эта идет. Более того, этот польский, он служит как бы структурой такого интернационала международного, представляете? То есть, по целому ряду стран, я не помню, 15 стран ЕС и 8 стран, не входящих в ЕС, у них свои есть более около 70 структур, фонды, институты и так далее, которые занимаются вот этой пропагандой антикоммунистической, антисоветской. То есть, это огромная машина действует. А что против них? Я еще, ну, я не помню уже, это еще до Майдана было, я говорил, что почему мы не реагируем на это? Советский Союз их, наверное, научил, когда у Советского Союза тоже работали везде, и в Кубе. Да, я не думаю, что Советский Союз, они там самые ученые с такими фамилиями, Аппельбаум. Возникает вопрос, я даже где-то написал статью, уже не помню где, там собирали люди по подписи, чтобы вот это, да. Почему мы не создаем свою контр? Ведь у нас все козыри на руках. За нас все без исключения китайские историки. Это самые благочисленные историки в мире. За нас, конечно, индусы. Вы думаете, индусы за нас? Конечно, они, индусы очень хорошо помнят английский колониализм. Но, по-моему, до конца все-таки они не избавились от него. Он более в скрытую форму. Не-не-не, они к англичанам очень так это относятся, трепетно в плане ненависти к колониализму, и там очень все непросто в отношении. Там сейчас появилось, вот сейчас у власти правые, но они националисты правые, они не про английский абсолютно. И то, что там этого Маугли сделали премьер-министром Великобритании, им это до барабана. Латиноамериканские подавляющее большинство. Африканские все. В Европе до сих пор еще остаются историки-коммунисты. Печатали, надеюсь, еще будем печатать, американского историка Гровера Фера Третьего. Он Третий по номеру. У них с какой-то аристократической семьи. Но это такой мощный мужик. Он так разоблачает, что у нас такого уровня даже нет. Вот у нас из литературы о Советском Союзе этот Гровер Фер лучше всех. Американский историк. И такие же есть в Англии, во Франции, везде. Да, они там в меньшинстве. Но в целом приплюсовать китайских и остальных, вьетнамские и так далее. Вьетнам, кстати, очень сильно интеллектуально развивается. А они все за нас. То мы можем навязать миру свою концепцию развития от цивилизации. Свою. И для этого не надо тратить десятки миллиардов, как тратятся на это РТ и спутник. Не надо демонстрировать каждый день нам сиськи этой Симонян, чтобы мы поняли, что действительно ведется большая работа. Раз они не засохли, не обвисли. Не надо нам показывать фильм про нее, снятый шпионом, диверсантом, предателем, агентом Навальным. Хотя всем советую посмотреть. И я думаю, что не надо заниматься, тратить деньги на это. Просто эту работу надо вести. Заставить людей, которые уже этим должны заниматься. То есть не надо никаких новых вложений. Не надо... Политическая воля даже дать. Все говорят, а почему вот мы проигрываем, да, вот это... Даже президент сказал в интервью с этим Карлсоном, который улетел на крышу обратно, сказал, что невозможно выиграть это, да, там... Это кто сказала? Симонян ему сказала? Как это невозможно? Просто, наверное, не те люди этим занимаются. И не так, как надо этим заниматься. По крайней мере, в битве за историю у нас все козыри на руках. И не надо для этого деньги тратить, государственные. Не надо тратить эти десятки миллиардов, которые идут на эту Симонян. Я ничего против Симонян не имею. Я очень уважаю. Она нарожала массу детей. Даже в Царской России крестьянки столько они рожали. Она второе место после Евдокии Петровой, которая родила 86 детей. Но это заслуживает уважения, да. Конечно, безусловно. Но почему мы не можем реально противодействовать? Почему вот у нас за что не возьмутся, сколько денег не вложат, все равно получается автомат Калашникова? Ну, почему? А потому что антикоммунисты. Они антикоммунисты. Вот их ахиллесовая пята нашей власти. А там реально идет борьба, как шла, промывание умов. Да, компартии сейчас в кризисе. Да. Я уже много раз говорил. Я не уверен на 100%. Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, кроме веры в Бога. Но я уверен, что в годы перестройки западные спецслужбы взяли руководство компартии под контроль. За агентурив, за вербовав, внедрив сюда людей и так далее. Поэтому вместо социально-экономической повестки, вместо поддержки СВО, вместо поддержки борьбы юга против севера, эти компартии занимаются поддержкой этих всяких гендер, как это называется, гендерной повестки, извращенцев всяких, кто прочих. И этой экологической. Я ничего против экологической не имею. Но это не должно быть главным. Где в манифесте коммунистической партии про экологическую повестку? Нет, конечно, она должна быть. И должны об этом говорить. Но это нельзя превращать в главное. Главное – социально-экономическая борьба за интересы трудящихся. Александр Иванович, у них это все извращенную форму принимает. Понимаете? Да, приняло уже. Под красивой вывеской подсовывают нам. Да, да, да. Но вот смотрите, то, что компартии нигде не представляют угрозу, но стоило только появиться моей любимой женщине Сахачке Вагенкнех и сказать, что я не такая левая, как вы. Я за разум и справедливость. Какой же хай. И даже у нас, я смотрю, какие-то дураки появились, которые пишут, что это специально немецкая буржуазия за ней стоит, чтобы левую партию разводить. А какой толк был от этой левой партии? Вот какой толк был от этой левой партии, Делинки? Какой? Ну, там, наверное, каким-то вот этим секс-меньшинством и прочим какой-то толк был. Хотя непонятно. И без левой партии все, особенно либерально-демократическая партия, зеленые, они все в этой повестке. Но какой толк был вот левой партии в это во все влазить? И, конечно, сейчас начали писать. И у нас повторяют дебилы, что это левопопулистское. Да не левопопулистское. Это ярлык. Вот они вешают на нее ярлык. Она левопопулизм. Она там с этими профашистскими силами, крайне правыми и так далее. Нет, врете. Это вот как раз и есть за рабочее дело, за трудовой народ. Вот это и есть марксизм 21 века. И не даром она еще совсем молоденькой девушкой в этой партии Делинки возглавляла коммунистическую платформу. Там у них много фракций всяких и прочее. Она возглавляла коммунистическую платформу. И вот я смотрю, что эта вся антикоммунистическая бодяга продолжается. Я даже вот смотрю, я недавно наткнулся на информацию, что оказывается, вот казалось бы, все осудили Пиночета. Все эти диктатуры там, аргентинскую, ругвайскую, сальвадорскую, гватемальскую, которые уничтожили там, как сейчас выясняется, сотни тысяч людей во время. Причем были установлены при поддержке американцев. И вот сейчас есть такая там, в интернете можете посмотреть, там операция Кондор, она разоблачается, нашли там документы, людей этих реабилитируют и так далее. А этих всех сажают. Это, кстати, сидит родственничек нашего атамана Краснова, которого на Дону у нас чуть ли не национального героя превращают. Он сидит в тюрьме за убийство чилийских левых. И не выйдет уже никогда тоже Краснов. И прямой его родственник. И вот там тоже, я смотрю, вот у нас вот этот Милей, его так воспринимают, как какого-то дурачка, какой-то там с бензопилой дружба, что-то такое. На самом деле это не дурачок. За ним стоят очень влиятельные силы. Это силы сторонники вот этого фашистского диктаторских режимов 60-х, 70-х годов. Они этого не скрывают. Там во главе их стоят дети этих убийц, диктаторов военных. Они просто во главе стоят этого движения. Требуют реабилитировать их там, что они правильно. А под каким соусом? Они же боролись против коммунизма. И вот, например, читаю тут статью. Вот какой-то наш полуумный пишет. Ну, действительно же вот эти аргентинские коммунисты, они устроили герилью. Там, начиная с начала 60-х годов, создавали партизанские отряды и так далее. Поднимали восстания в городах. Создали несколько организаций. Там революционная народная армия. Монтанерос и другие. Но, извините, а это разве не было в борьбе против диктатуры? А вы посмотрите, в это время, что в Аргентине все время была демократия, выборы и так далее. Это не было в борьбе за права народа, который жил в нищете. И против олигархии, против латифудистов, против промышленников и так далее. Это не было классовой борьбой. И это все сейчас пытаются переиграть. И все это под лозунгом антикоммунизма. Что, да, убивали. Ну, правильно, они же коммунисты. И это уже в этих странах получают очень большую поддержку. Вы посмотрите, Лула в Бразилии еле-еле победил. Несмотря на то, что истреблялись леса. Болсонаро, это друг нашего президента, который открыто. Его программа была, что надо реабилитировать диктатуру военную. Что я военный, я требую. Это герои, они спасли. От чего спасли? От чего? Потому, что партизанские отряды в Бразилии появились после установления диктатуры. До этого их не было. И вооруженная борьба коммунистов началась там после установления диктатуры. До этого не было. До этого они участвовали в выборах и вели себя относительно спокойно. И вот даже в Бразилии, посмотрите, он еле-еле, Лула победил его. Но, несмотря на то, что вырубались леса Амазонии, гибли тысячи обезьянок. Тысячи! Включая вот там совсем крошечные есть обезьянки. Там сто видов обезьян у них. Сто видов. Ну, ладно, там индейцы, бог с ним. Да, но обезьяны. Это же вообще, я считаю, какой-то ужас. Зашквар. И я думаю, что вот эта борьба, которая сейчас ведется по всему миру, она невидимая. Никто не говорит про антикоммунизм. Ну, извините, а почему вот Украина, да? Почему там можно запретить не только Компартию, но вообще все оппозиционные партии, закрыть все каналы? Даже тех проходимцев, там у них были такие, знаете, как у нас тоже много таких проходимцев, какие-то мелкие левые секты, которые стали против России там выступать. Ну, типа, их тоже разогнали запретили. То есть, там полностью зачищено левое поле. И все спокойно в Европе, никто не говорит. И Шольц их полностью поддерживает. Это ничтожество, это мразь. Он был в молодости лидером левого крыла социал-демократической молодежной организации ЮЗОС. Он был, ходил на демонстрации против войны во Вьетнаме, против американского империализма и так далее. Он был вот такой лохматый. Венедиктов отдыхает. А сейчас облез. Лысый. Подбили ему глаз. Боже мой, дурак дураком. На него смотреть тяжело. Он бы мог швейкой играть без грима. А эта женщина, которая прыгала на батуте, упала, ударилась головой, стала политиком. Ну, слушайте, надо вообще запретить эти батуты. Это что такое? Тут одни политики скоро у нас будут. Надо вообще запретить эти батуты. И я думаю, что... Это не демократично. Да, я думаю, вот глядя на все это дерьмо, что смотрите, ну а что, во Франции этот лучше? Ну, женился. Ну, ладно, учительница, это все хорошо. Слушайте, ну, она старше на 30 лет. Это же... Ну, почему Наполеон не женился на 30 лет старше? Там она была старше, но не на 30 лет. Почему там Деголь не женился там? Ну, а почему вот это дошло до такого, да? И знаете, ну, у нас не так, да? Знаете, я тут прочитал тоже, вот просто чуть не вырвало, да? Надо поменьше есть, конечно, а то вот вырвет. Я тут прочитал, вот, ну да, хорошо. Правда, говорят, что жена Макрона умерла давно, и это Панин Алексей играет ее роль, поэтому он сейчас на Запад уехал, исполняет роль жены Макрона. Но неважно. Знаете, у нас, читаю, где-то, не знаю, в каком-то городе, восьмиклассник сожительствовал с учительницей и требует от нее теперь миллион рублей, чтобы не сообщил правоохранительный орган. И переписка. Так уже все известно. Да. Слушайте, я вот прочитал, думаю, ну это до чего дошло наше... Я понимаю, что не все восьмиклассники такие, понимаю. Но в Советском Союзе не было ни одного такого восьмиклассника. Ни одной такой сволочи в Советском Союзе и быть не могло. Или какая-то девочка ради квартиры, на отца обвинила, что он там... Вот это общество, которое мы построили на основе антикоммунизма, на основе того, что к памятнику Сталина цветы не кладут, а к памятнику жертв Новочеркасска кладут, специально ездят туда, чтобы положить. Снимают фильм Кончаловского, где полностью переврана вся эта история. Сейчас вот я с ужасом жду, сейчас выйдет сериал Кончаловского по поводу революции. Я с ужасом жду этого момента. Потому что, ну, конечно, хотелось бы верить, что этот человек честный, и ему неважно, на какие деньги он снимает фильмы. Но, к сожалению, жизнь доказывает, что это бывает крайне редко. Просто не дадут денег. Я, знаете, помню, вот меня поразило, эстонские кинематографисты получили грант хороший от Евросоюза на съемки фильма о диссидентах эстонских. Вот это ребята, вот это люди, вот это респект и уважуха. Значит, снимают какую-то тетку, она говорит, вот, меня преследовали, я за Христа, там, за веру Христову. А вот сейчас мы победили. И вот я стою здесь, на Святой горе, в Палестине, и это самый счастливый момент жизни. Вот ради этого я боролась, ради этого там. А они показывают в стороне, израильские солдаты, дрючат каких-то палестинских детишек. А она видит, что они пока... Да, это, конечно, нехорошо, но неважно. И смотришь, и думаю, сволочь ты старая, да? Да какая ты христианка? У тебя на глазах избивают детей, тебе это не важно, а важно, что сбылась твоя мечта, ты на Святой горе. Ну, что это за тварь? Дальше показывают другого. Он вообще в трейлере живет. Говорит, да, я боролся, меня во время Олимпиады закрыли, там, то и все. Говорит, да, конечно, живу в трейлере, денег нет, ни хера нет, но я все равно, значит. И вот каждого так показали, и слушайте, а потом он говорит, да, в советское время квартиры давали, я там все потерял, что имел, там все. И смотришь, и думаешь, ну, какие ребята молодцы. Взяли Евросоюзные деньги и сняли совершенно антикапиталистический фильм. И еще его в России показывают. Да, я думаю, ну, молодцы ребята. Вот это да, вот это проходимцы. Да, и это, конечно, внушает надежду на то, что даже в Эстонии этой вот жопе мира, как сейчас выясняется благодаря ее руководительнице, да, уголовнице, которую разыскивает наша милиция, и то есть вот такие люди, они есть везде. Просто необходимо вернуть им веру, то, что они народ, они большинство, они сила, они вот эти Эпельбаумы и прочие там мерзавки. Поэтому я думаю, что тема антикоммунизма, она важна. И она важна и для всего мира, и для нашей страны в особенности. Потому что беда, я приветствую то, что вот у нас подъем, да, у нас есть действительно много людей, я даже лично знаю, я не говорю никогда, когда вот что-то, я вот про НЛО не говорю, потому что я не видел ни разу, да, у меня зрение плохое. Да, а, значит, увижу, буду рассказывать, что вот есть НЛО там, то есть, да, а вот этих людей, которые вяжут носки, собирают тельняшки, возят в возу, вот сейчас мне звонила одна из Краснодара, такая женщина, да, их я знаю, их я вижу, каких-то мужиков, старше меня даже, приятель мой, писатель очень известный, воюет, попал в госпиталь, я ему говорю, ну куда ты, нет, вернусь, там ребята остались, и так далее, да, и я этих людей, они не светятся, они не кричат, никто даже не знает, что этот писатель там воюет, а у него, между прочим, были огромные тиражи в Эксмо, и вот этих людей я вижу, и я вижу, как люди радуются, когда восстанавливают памятник Ленина, как люди радуются, когда восстанавливают памятник Судоплатову, я вижу эту бабусю с красным знаменем, и какой она произвела среди укрофашистов эффект, они даже снимали потом бесконечное это, что это все не так, она перепутала, просто они от злобы места себе не находили, но она вышла с красным знаменем, она не вышла с триколором, и вот спроси, вот выйди на улицу, как расположены цвета триколору, никто не скажет, я не знаю, я знаю, что там есть синий, красный и белый, ну, синие, они вроде как небо, поэтому он наверху, а дальше уже, да, вопрос, это нехорошо, надо знать, конечно, свой флаг, но для меня, и для массы людей, с которыми я присягу, я не под этим флагом присягу, это не в присяге дело, а для нас был и есть красный флаг, потому что это флаг наших побед, не только Великой Отечественной войне, нельзя все сводить к Великой Отечественной войне, Великой Отечественной войне вырывают из контекста, да, придумывают всякую хрень, что это генералы, которые воспитаны были в армии Николая Второго, это тяжелые орудия, которые спасли Ленинград, это были тяжелые орудия с военных кораблей Николая Второго, а что Севастополь не спасли, такие же, и это все нельзя сводить к одной победе, победа не бывает вот так, хоп, и ниоткуда она вылезла, это системный продукт пробеда, люди получили образование, заработали социальные лифты, всеобщее образование, высшее образование, мы опередили все страны по высшему образованию, наука, технологии, культура, мы были самостоятельной страной, мы были реально евразийской державой, а сейчас посмотрите на наше кино, вот просто обсуждать медицину, спорт, у каждого свое мнение, допинг, они допинг не принимают, а нет, они не попадаются, это все дурацкие разговоры, такие псевдопатриотические. Это война химиков. Да, да, ну вот возьмем кино, но это же позор, вот то, что у нас кино, это просто позор, как разворовывали бюджеты, так и продолжают разворовывать, все это знают, все знают, что владельцы имеют львиную долю, те, кто снимает, имеют слезы, да, мы, чудес нет, единственное чудо за последние годы, фильм Чебурашка, но это, я ничего не имею, добрый, хороший, вы смотрели? Да, хороший, добрый фильм, да, ничего такого, но это же не, не шедевр, но это не сталкер, это не сто дней после детства, это не живые и мертвые, это не, они сражались за родину, там, у нас было колоссальное количество шедевров, колоссальное, каждый год снимали десяток фильмов, за которые не стыдно, Чебурашка бы в советское время, он бы никогда не стал на первом месте, да и вообще, кстати говоря, в советское время, вот я хорошо знаю эти рейтинги показов, что смотрели, там детские фильмы не попадали, там, конечно, был перекос в сторону комедии, они часто занимали первые места, ну, их, так скажем, 5-7, а основной массив давали военные фильмы, да, серьезные фильмы, да, и сейчас, когда я пересматриваю эти фильмы, я клянусь, плачу, вот плачу, вот я в детстве над отцом все время смеялся, да, он плакал, но он, правда, плакал только во время фильма «Весна на Заречной улице», так это нормально, смотрел другие фильмы, а сейчас вот смотришь, ну, уже действительно смотреть тяжело, вот действительно смотреть тяжело, какой-то детский фильм смотришь, и вот этот патриотизм, вот это, и ты понимаешь, что это связано с тем, что люди были другие, что это не выдумка сценариста, а это реалии того времени, и строилось на чем? На том, как моя золотая сагочка Вагенкнех назвала свою партию, разум и справедливость, а сейчас что вместо разума? А сейчас вместо разума шаманы, ванга, джуна, мессинг, всякая мракобесия, всякая ерунда, значит, не хочу обижать РПЦ, ну, столько там негатива от нее исходит, столько, они делают очень много хорошего, с одной стороны, да, помогают нищим, детям и так далее, это очень хорошо, но они вызвали в обществе такой негатив, вот, почитаешь любой форум, где там, один негатив, я не считаю, что это справедливо, да, я могу понять, почему люди так негативно настроены, потому что мракобесия и так далее, но нельзя же не замечать, что вот эти батюшки, нищие, голодные, они помогают, они собирают деньги, они это все не воруют, а раздают, помогают, действительно, вещами, чем угодно, кормят и так далее, при каждом храме, это, ну, не знаю, в Москве уж точно, и я думаю, что вот именно из-за мракобесия, из-за того, что пытаются навязать обществу свою вот эту идеологию, мракобесную, не ту, которая была у РПЦ в советское время, у них была очень прогрессивная идеология, у них, они шли в борьбе движения за мир, борьбе против капитализма и так далее, они вели диалог с католическим движением теологии освобождения, ну, я уже много раз говорил, там у них Латинская, ну, не только Латинской Америке, но в основном Латинской Америке известны, священники, которые не просто погибли в борьбе против диктатуры, о которых мы говорили, и некоторые из них сейчас статьи святыми объявлены, Ромеро вот этот недавно и так далее, но там были священники, которые просто взяли в руки оружие, погибли партизане, просто священники, которые взяли в руки, а что, у нас не было священников партизан во время Великой Отечественной, а почему про них РПЦ не говорит, почему она им памятники не ставит, не прославляет или нет, почему? Александр Иванович, проблема в том, что они сами не верят в то, что они делают. Не они, а вот верхушка, мы институция, вот Патриарх сказал, мы институция, ну, какая же вы институция, ну, если вы институция, а у нас какие институции уважают, у нас что, Росгвардию уважают, что у нас, вот какую институцию в нашем государстве все уважают, Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения, Голикову, кого вот, какая институция, вот в нашей системе координаты, то, что мы имеем, не то, что в телевизоре, а то, что вот, кто уважаем, сейчас пошли вот, ну, это хорошо, конечно, я не знаю, это случайно, нет, об этом не говорят, но сейчас пошли посадки воров, коррупционеров и так далее, дай бог, смущает, что обычно же это все сопровождалось какими, особенно перед выборами, что мы сейчас наведем, а сейчас как-то молча это делают, ну, реально сажают, и это хорошо, это я поддерживаю обеими руками, но я не понимаю, вот хоть убейте, да? Ну, говорят, сажают все-таки тех, которые бывшие, бывшие сотрудники. вот сейчас посадили особой радость, это Шпигеля, это был вообще один из, человек, который в детстве, вот мы смотрели в детстве фильм. Что ты делаешь? Я говорил тебе, придет дождей. Слышишь? Это народ пошел на дворец толстяков. Сегодня мы свернем им жирные шеи. Ты с ума сошел? Ты же артист. А наша работа... Дождей старик немного. Дождей мы дадим к тобой представление на площади дворца. Ты с ума сошел? Дождик, давай порох. Какой порох? Добирайтесь до города. Ждите меня на рынке. И для нас вот был героем гимнаст Тибул и оружейник Проспера, да? А для этого Шпигель, я так понимаю, вот один из этих трех толстяков. Три толстяка назывался, да? Убрать его! Клетку его! Клетку! 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 Ну, его посадили. Да? И слава богу. И я думаю, что вот это, конечно, очень вдохновляющая вся история. Не знаю, это случайно, не случайно, но, с другой стороны, совершенно не вдохновляющий арест Удальцова. Ну, вот я не могу понять. Вот мы сейчас должны государство объединиться. У нас есть цель. Это не просто цель. Люди умирают ради этой цели. Гибнут люди, тысячи людей уже погибли ради этой цели. Вдовы, дети-сироты. Матери, не все даже имеют возможность похоронить своих сыновей. Святая цель. Место объединения. А зачем? Удальцов он что, выступал против? И вот тут мне непонятно. Я не призываю, чтобы посадили, не дай бог, вот этих людей, которые в левом крыле выступают против войны и так далее. Ради бога. Ни в коем случае не призываю их сажать. Но почему эти-то на свободе, а этого посадили? Человека, который выступал за объединение, за то, чтобы за борьбу с фашизмом посадили. А те, кто выступали с догматических, псевдо-марксистских позиций, потому что эта позиция, которая была, она не марксистско-ленинская, она дурацкая. Это просто догматики, для которых марксизм – это мантры, которые не понимают, что жизнь, она диктует свою. И Ленин изменил, и Ленина также несчастного обзывали там, что он там не Маркса ученик, а Разина и Нечаева. И вот эти люди, они бы в то время были бы меньшевиками и так далее, но они бы не были с народом, как и сейчас они не с народом. Но, слава богу, их не трогают. Почему этого-то? И вот эти непонятки, они, на мой взгляд, исходят именно из одного, из антикоммунизма. Из непонимания того, что антикоммунизм для нашей страны – это смерть, это отсталость, это разруха, это прозябание, прозябание. Конечно, я не говорю, что вот все идеально там в Китае, или на Кубе, тем более сейчас там очередная волна трудностей началась. Ну, все идеально, конечно, в Вьетнаме, ну, ладно. Я не говорю, что это вот раз-два у нас все говорят. Нет, это трудный процесс. Много разрушено. Ну, очевидно, что есть некий научно-технический прогресс. Мы в него не вписываемся. Мы со своим вот этим антикоммунизмом, не мы, власть наша, со своим не вписывается. Она может только говорить, что она там шпис... Ну, реальные-то нет. Ну, посмотрите, вот хотя бы робототехнику. Кроме того, у нас же огромная проблема, которая, я не знаю, посадят нас после этого, не знаю. Да, у нас оказалось не такие уж большие запасы нефти, как думали. Сейчас вот это скрывается тщательно, но это очень небольшие запасы оказались. А дальше-то что? А дальше-то что? Александр Иванович, у нас есть замечательная разработка такая, называется Никель-63. Вот, если бы наша власть взяла эту разработку на вооружение, то мы бы всех бы снабдили бесплатной практически энергией. Вот. Но, к сожалению, пока что здесь тихо. Мы отстаем полностью. Самое страшное, что люди этого не знают, потому что их обманывают. Им говорят какие-то ложные абсолютно цифры, да, там, мы на пятом месте, мы Германию-Багра обманывают. Ну, а кто говорит там это? На душу населения, скажите, на каком вы месте? На 55-м. На душу населения. Это та же история, которая с царской Россией. Вот мы обогнали по железным дорогам Бельгию и Голландию. А как Бельгия и Голландия могла обогнать Россию по протяженности железных дорог? А на душу населения кто? А потом она же одноколейка была, по-моему, да? Да, это не важно. А на душу это население, скажите, на каком были месте? Ну, зачем людям мозги пудрить? Вот это, вот в Советском Союзе не пудрили мозги, говорили вот так-то, так-то, так. Потому что, если ты пудришь мозги, значит, ты не за это страну, ты не за этот народ, а ты просто временщик, которому наворовать и смыться. Ну, слава Богу, смыться им теперь уже некуда. Поэтому, я так понимаю, какие-то начались подвижки. Ну, понять надо, что это может быть только на пути возрождения советского опыта, возрождения советской традиции, потому что советское, оно не с неба упало. Это не Маркс нам посоветовал. Это выстраданный опыт русского народа, народа общинного сознания, космического сознания, там как угодно, да? Но это советское идеально легло. И поэтому те суперреформы, модернизации, которые проводил Сталин, они на ура шли. И до сих пор это рекорд в истории человечества, рекорд. Тот рывок, который был сделан в начале 30-х годов. А Столыпинские реформы, они шли через колено, через хребет. И, соответственно, к чему они привели? А к тому, что переселенцы во время гражданской войны поддержали большевиков. А почему? А, наверное, потому, что куда их переселили, там местные жители их встречали с хлебом, солью, говорили, селитесь у нас в хате, а мы в шалаше поживем. Наверное, поэтому. И я думаю, что я думаю, что вот это власть любая должна прежде всего думать о национальных своих традициях, а не ломать народ через колено, как Столыпин. Ну, что тут скажешь? У нас Столыпин национальный герой, а те, кто добились огромных достижений, это проблема. Это проблема. Кто такой Ленин и Сталин для нашей власти? Это проблема. Они, ну, почему они сами себе не зададут вопрос? А почему у них все получалось? А почему у нас ничего не получается? Почему у Николашки ничего не получалось? Почему они не зададут такой вопрос? Потому что не знаю почему. Вот честно не знаю почему. Там разные люди и очевидно у них разные ответы на этот вопрос. Ну, хотелось бы, чтобы победили в конце концов те, кто думает о стране, думает о народе, думает о том, что мир, в котором мы все дальше и дальше развивается по волчьим законам, что не работают уже никакие ни Ялтинские, ни Потсдамские, ничего вот это не работает. Да, что не то, что наша страна вот отстает и так далее, проблема не в этом, а то, что мир становится страшным. Мы все больше, он все больше, вот как показывают фильмы про постапокалипсис, да, что там уже какие-то стигры ходят по улицам городов и так далее. Вот мы больше и больше вот в этот мир, мы погружаемся вот в этот мир, где капиталистический закон, человек человеку не друг, а волк. И с этого, кстати, все началось и это продолжается и усугубляется. Поэтому, конечно, вывод один, антикоммунизм это абсолютное зло, а спасение нашей страны это возрождение советского строя, Советского Союза, без тех, конечно, недостатков, которые там были, но эти недостатки были наносны, от них легко избавиться, у нас уже есть опыт. Но там идеальная для русского народа была система. Троцкий плохо, Хрущев плохо, Дропов еще хуже, но Ленин и Сталин это наше знамя боевое. Это наша юность и полет, так победим. Спасибо, Александр Иванович, очень интересно было. Друзья, с нами был Александр Иванович Голпакиди и ваш лозунг. Вперед в СССР, друзья, да здравствует коммунистическая партия Израиля, боевой авангард всех семитских народов мира. Голпакиди